Это утренние новости Алтайского края на телеканале Россия в студии Вестей Игорь Рославцев. Здравствуйте! Февраль уж наступил. Пересмотр тарифов в системе Платон, индексация пенсий и пособий. Расскажем, какие изменения ждут жители края после 1 февраля. На Алтае появится аналог сочинского Сириуса, где в Барнауле будут готовить будущих Платонов и Ньютонов. И «Лёд надежды нашей». Соревнования по конькобежному спорту стартуют сегодня в полдень в краевой столице. С сегодняшнего дня можно будет не забирать бумажный чек при покупке в торговом автомате. Если на нём есть дисплей, достаточно отсканировать информацию и получить чек в электронном виде. Подробнее об этом и других более важных нововведениях февраля далее. Для льготников и пенсионеров ежемесячные выплаты будут проиндексированы на 3%. Вырастет и стоимость набора социальных услуг, в которые включены медицинское обеспечение, путёвки на лечение в санаторий и другое. Если от этого отказаться, то будет выплачиваться компенсация – 1155 рублей. Проезд по федеральным трассам по системе «Платон» подорожает для водителей большегрузов. Такие изменения коснутся машин массой от 12 тонн. За один километр пройденного пути до февраля водители платили 2 рубля 4 копейки. Сейчас будут на 16 копеек больше. Бумажные чеки в торговых автоматах заменят на QR-коды. Это возможно в том случае, если на устройстве есть специальный дисплей. После покупки на нём отразится код. Его можно отсканировать с помощью смартфона. И на телефон придёт электронный чек, по которому, кстати, как и с бумажным вариантом, можно вернуть товар. Дмитрий Бутков, Вести Алтай. С 8 утра родители будущих первоклассников могут подавать заявление на зачисление детей в школу. Хотя это суббота, школы и комитеты по образованию уже работают. В этом году порядок записи немного изменился. Раньше первыми зачисляли льготников. Это дети из семей военных и полицейских. Следующими в очереди были те, кто прописан на территории, относящейся уже к школе. И уже после все остальные. Теперь преимущество появится ещё у одной категории детей, чьи братья и сёстры уже учатся в данной школе. Школы Барнаула готовы принять даже больше первоклассик, чем ожидается в этом году. Но есть учреждения, например, в центре города, которые с трудом вместят даже своих детей с пропиской. Если у этого ребёнка нет регистрации, то он будет иметь в первом классе преимущественное право зачисления только с 1 июля. Если старший ребёнок обучается в данной школе, а ребёнок второй в другой школе, но родители хотят перевезти его в эту школу, он будет иметь преимущественное право, но при наличии свободных мест в классах данной школы. Круглосуточный стационар в селе Сычёвка продолжит работу. Главный врач Смоленской ЦРБ отозвал свой приказ о закрытии медучреждения. Напомню, с декабря местные жители пытались отстоять его. И вот разбираться с жалобами приехала делегация из райцентра. Как прошла эта встреча, расскажем далее. Мы вам больше не верим, вы нас оскорбили. Эти слова жители Сычёвки и других ближайших сёл адресовали не только главврачу Смоленской ЦРБ Хамрилову, но и представителю краевого Минздрава Жанне Вахловой. Жаль, на встрече её не было. Пытаясь оправдать закрытие круглосуточных коек в Сычёвской больнице, чиновники ранее заявили. Качественную медпомощь ночью оказать никто не может, а койки не нужны, потому что пациенты всё равно уходят домой. Вы вообще-то, ведь лежат-то в основном одиночки, бабуски, вы там трезвоните на весь край, уходят домой. И на этот дом, Господи, Жанна Игоревна, по телевизору, ой, они все паров уходят доить, они там управляют, свои печки топят. Зачем это обманывать, зачем? А вы сейчас, душа у вас, пациенты же болеют. Не болеют, не болеют. Глава района Людмила Моисеева на встрече была в роли слушателя. Главврач же Смоленской ЦРБ Алексей Хамрилов, как выяснилось, общаться с населением не умеет. Он сычёвцам про рентабельность предприятия, трёхуровневую систему оказания медпомощи. Сельчане в ответ требования, оставьте круглосуточный стационар в Сычёвке, ведь до ЦРБ в Смоленском не добраться. Вот вы конкретно ответьте. Вот конкретно. Приехали в больницу. Вот конкретно отвечаю. Скорой нету. Конкретно отвечаю. Только медсестра. Медсестра не имеет оказывать нам помощь. Нам куда звать, скажите. Да подождите, я понял это, я с первого раза понял. Которые были у вас круглосуточные, они останутся круглосуточными, но будут называться, допустим, койками сестринского ухода или социальные койки. Заподозрив, что переименование по-прежнему не сулит ничего хорошего, сельчане требовали конкретики. Приказ о переводе круглосуточных коек из Сычёвки в Смоленскую ЦРБ главврач обещал отменить в конце марта, но в итоге сдался. На дверях Сычёвского сельсовета появился новый приказ. Местные жители уже в третий раз отстояли свою участковую больницу. Надолго ли? Татьяна Долгова, Людмила Виднар, Андрей Синельников, Вести, Алтай. В Алтайском государственном университете для школьников создается Дом научных коллабораций. Образовательный центр развития и поддержки одаренных детей планируют открыть уже в сентябре. Он станет алтайским аналогом образовательного центра в Сочи «Сириус». Акцент будет сделан на доп. образований школьников с 6 по 11 классы. Для них предусмотрены научные программы по химии, физике и робототехнике. Уже установлены связи с другими университетами. Например, МФТИ, где наши преподаватели пройдут переподготовку. На реализацию проекта выделено 10 миллионов рублей с федерального бюджета. На них приобретут конструкторы для робототехники, приборы и реактивы. Университет обязуется подготовить площадки для занятий и привлечь преподавателей. В течение первых трех лет здесь обучат 400 школьников. Но сначала все они должны будут пройти отбор. Сегодня в Барнауле стартуют всероссийские соревнования «Лед надежды нашей». Показать свои лучшие секунды конькобежцы попытаются на стадионе Клевченя. Подобные старты идут сейчас в 32 регионах России. На ледовые дорожки стадиона Клевченя выйдут три сотни конькобежцев в возрасте от 7 до 18 лет. В программе соревнований спринтерские дистанции – 50 и 100 метров. Первый выстрел стартового пистолета прозвучит в краевой столице ровно в полдень. Победители и призеры получат дипломы и ценные призы от организаторов. Сейчас прогноз погоды. Затем в эфире новости культуры с Верой Климановой. Хороших вам выходных!